Друзья, всем привет! На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о формировании своих инвестиционных портфелей. Данное видео у нас будет посвящено прошедшему году 2021, но в большей степени все-таки мы хотели бы поговорить в преддверии нового года, о годе 2022, разобрать топ-5 акций российских компаний, которые, на наш взгляд, являются одними из наиболее интересных объектов для инвестиций в 2022 году. Объясним, почему. Все расскажем, все покажем. И это будет наш подарок всем подписчикам на Новый год, а также в конце мы объявим победителя нашего предыдущего конкурса. Это будет имя человека, который выиграл участие в проекте «Миллион долларов за 8 долларов в день». Итак, друзья, поехали. У нас грядет год 2022, очень много неопределенностей, цены на активы находятся на очень высоких значениях, покупать никому ничего не хочется. Конец ноября у нас выдался такой достаточно напряженный. Давайте же посмотрим в год 2022, и здесь нужно понимать, что очень и очень много оговорок идет. На рынке по-прежнему очень много факторов неопределенности. Это и инфляция, это и рост процентных ставок, возможный рост или отсутствие этого роста. Это и риски или отсутствие рисков новых локдаунов. Поэтому неопределенностей очень много. Когда же мы говорим о развитии инвесторского мышления, когда мы говорим о формировании инвестиционного портфеля, в таких условиях, конечно же, эмоции берут верх над разумностью. И сделать ставку на покупку гораздо сложнее, чем сделать ставку на продажу. То есть сейчас продавать достаточно легко, потому что есть долгосрочная прибыль, там за 10-летний, 15-летний, 20-летний промежуток времени. Рассчитывать же на то, что в следующие 5-10 лет будет значительный рост прибыли, не приходится. Но даже в таких ситуациях, если мы смотрим на фундаментальные показатели, то можно говорить о том, что есть все-таки истории, которые можно покупать в том числе на российском рынке ценных бумаг. И к таким историям у нас относятся 5 основных компаний. Мы сейчас их разберем. Почему? Что это за компании? Почему их стоит покупать? Это будет Норильский никель, это будет Сегежа, это будет акция Росагра, Лукойла и X5. Сейчас на слайде вы видите табличку. Соответственно, мы определили эти компании. Вот эти показатели. Норильский никель, Сегежа, Росагра, Лукойл и X5. При этом у нас в закрытом клубе инвесторов мы ежемесячно разбираем по одной компании среди участников. Мы данную таблицу используем в том числе для анализа ценных бумаг, финансовых коэффициентов. То есть, к какой категории отнести компании? К компаниям роста или к компаниям стоимости или дивидендным компаниям? То есть, что мы хотим непосредственно получить? И данные компании на самом деле удовлетворяют критериям как акции и роста, так и дивидендным историям. Что при этом важно учитывать? Какие параметры? У нас есть компании, которые разделяются, которых можно относить к категориям роста развивающихся рынков. То есть, это касается России в том числе и всех других развивающихся рынков. Есть определенные показатели, которые указываются. Что это такое? Первое, это рост выручки за 5 лет. То есть, если у компании растет выручка за последние 5 лет более чем на 10%, ее можно отнести к компаниям роста. Рост операционной прибыли тоже более 10%. И здесь, соответственно, если у компании рост операционной прибыли более 10%, ее можно относить к акциям роста. В совокупности, естественно, все эти коэффициенты рассматриваются. Это по финансовым потокам компании. Что касается долговой нагрузки, мы используем три основных коэффициента, которые для нас являются ключевыми. Это коэффициент покрытия процентов, коэффициент текущей ликвидности и коэффициент Альтмана. Итак, для того, чтобы компания можно было отнести к компаниям роста и к тому, что у нее умеренная долговая нагрузка, то есть, что у компании не очень высокий долг, это как раз-таки коэффициент покрытия процентов. Он должен быть более 3. Коэффициент текущей ликвидности должен быть более 1. И коэффициент Альтмана должен быть больше значения 1.8. Рентабельность. Естественно, для нас является одним из ключевых моментов. Это рентабельность. То есть, сколько денег остается у акционеров после того, когда компания получает валовую выручку. То есть, грубо говоря, что компания должна зарабатывать чистую процентную маржу, оставаться у нее более 10%. То есть, на каждые 100 рублей выручки, если у компании чистые остается более 10%, это достаточно хорошо. Наряду с тем, что у компании может в рамках финансовых потоков могут расти они на 10% в год, может расти операционная прибыль на 10% в год. И если у нее итоговая рентабельность более 10%, мы, соответственно, прогнозируем, что в будущем будет рост денежных потоков у компании. Это увеличит нашу совокупную доходность, которую мы получаем. То есть, это увеличит денежный поток, который непосредственно попадает к нам, чтобы она перешла в компанию, допустим, дивидендную. Но рентабельность, собственно, капитала должна быть более 12%, а также рентабельность активов в компании более 6%. Показатели стоимости. То есть, показатели стоимости говорят нам о том, что как соотносится цена, которую мы должны заплатить сейчас за актив. Во-первых, с чистой прибылью компании. Это капитализация, отделенная на чистую прибыль. И оно должно быть, это значение должно быть менее 15%. И капитализация на выручку. Оно должно быть менее 4%. Это значит о том, что первый показатель капитализации, деленная на чистую прибыль, это говорит о том, что менее 15 лет, если у компании, развивающейся рынком, менее 15 лет требуется на то, чтобы окупить свои инвестиции в компанию, она может быть отнесена к акциям роста. Если компания менее чем за 4 годовых выручки позволяет окупить свои собственные уложения, это тоже хорошая история, которая может быть включать в инвестиционный портфель. Итак, исходя из данных параметров, давайте мы посмотрим на наши 5 историй из России, как они соотносятся с компанией, можно ли их отнести к компаниям роста. Соответственно, в таблице видно, что рост выручки у норильского никеля в среднем рост выручки за последние 5 лет составляет 16%. У Сегежи 17%, у Росагра этот показатель составляет 31%, у Лукоила 9%, у X5 Retail Group 18%. Рост операционной прибыли за 5 лет у норильского никеля 18%, у Сегежи 49%, у Росагра 107%, у Лукоила 30%, у X5 23%. При этом, если этот показатель более 10%, компанию уже можно включать в инвестиционный портфель. Итак, это по финансовым показателям. Мы видим, что компании являются растущими, причем очень даже так неплохо растущими. Здесь, естественно, фаворитами можно выделить такие истории, как Росагра и Сегежи. Долговая нагрузка. То есть, что у нас происходит с долгами, как это соотносится. Более трех должен быть коэффициент покрытия процентов. Здесь, конечно же, у нас норильский никель достаточно хорошо себя чувствует. Еще бы ему себя чувствовать плохо. Компания, которая производит никель и палладиум. Весь вот этот вот, вся история эйфории с электротранспортом, альтернативными энергиями. Все это надо где-то хранить. Все это используется в цветных металлах. Здесь у норильского никеля очень высокий коэффициент покрытия процентов. Проблем с этим нет. Самый низкий коэффициент покрытия – это у X5. По той простой причине, потому что у ритейла очень большие объемы денег находятся в обороте. И здесь, наверное, один из основных рисков X5 заключается в том, что долговая нагрузка у него достаточно высокая. То есть, коэффициент покрытия процентов у него всего лишь 2. Желательно, чтобы это было более 3%. Опять же, при темпах роста выручки и операционной прибыли у компании достаточно будет денег для того, чтобы обслуживать долг. Вообще, вот из названных историй, если мы говорим по долговой нагрузке, наверное, самые из 5 как раз-таки присутствующих, почему мы сейчас большое внимание обращаем на долговую нагрузку? Потому что и в России в том числе, и когда мы будем рассматривать топ-5 компаний на американском рынке. Если хотите не пропустить видео о 5 компаниях на американском рынке, обязательно подписывайтесь на канал и щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления. А мы, соответственно, продолжим. То есть, в чем заключается основной риск? Связан он с тем, что у нас растет инфляция. В ответ на растущую инфляцию центральный банк повышает процентную ставку, чтобы непосредственно ее сдержать. Увеличивается стоимость обслуживания кредита. И поэтому у компаний, у которых высокая долговая нагрузка, в условиях растущей инфляции есть определенные риски. У X5 эта нагрузка достаточно высокая. Но здесь есть преимущество, связанное с тем, что X5 это ритейлер. И он может переналожить вот эти инфляционные риски, в конечном счете, на конкретную цену продукта. Вопрос, как он это будет делать? Позволит ли государство ему значительно повышать цены на молоко, продовольствие, хлеб, яйца? Но я думаю, что X5 наряду с магнитом, это лидеры, наверное, российского потребительского рынка. И поэтому с теми темпами роста, которые есть, X5 может справиться. У остальных компаний нет в настоящий момент проблем с долговой нагрузкой. Объясняется это тем, что практически все, если вы обратите внимание, все остальные компании, одни, относятся к экспортно-ориентированному сектору. Они относятся, норильский никель, это цветные металлы. Сегежи, это, соответственно, древесина, и экспорт древесины, и продукции из деревообработки. Росагра, это продуктовое производство, да, тоже большая доля экспорта там занимает. Это и масла, и пшеница, и свинина, которые непосредственно Росагра делают. Ну, Лукойл тут объяснять никому не нужно, экспорт нефти и нефтепродуктов. То есть все эти компании, ну, 4 из 5, они относятся к сырьевому сектору, и при таких ценах на сырьевые товары, говорить о том, что у них высокая долговая нагрузка, в настоящий момент не приходится, она находится в приемлемых значениях. Опять же, кроме X5, все удовлетворяют этим критериям. Теперь по рентабельности. Сколько прибыли живых, чистых денег остается у компании, у акционеров компании? Из валовой выручки 100 рублей. Из 100 рублей у акционеров норильского никеля остается 42 рубля. Ребят, подумайте, просто хорошо над этой рентабельностью. У Сигежа остается 18 рублей, у Росагра остается 13 рублей, у Лукойла остается 7 рублей, у X5 остается 2 рубля. При том, что отнести к компаниям роста, можно компании, у которых чистая маржа более 10%. То есть здесь у нас, получается, наряду с Лукойлом и X5 есть определенные риски, но нужно понимать, что в ритейле вообще наценка не очень высокая. Что бы там ни говорили, они работают на обороте. И поэтому этот показатель для X5 достаточно низкий, но если посмотреть на показатели норильского никеля, Сигежа, Росагра, они более 10%, это очень хорошо. С учетом, опять-таки, с учетом очень важными оговорками, посмотрите на темпы роста, что происходит с операционной выручкой, что происходит с операционной прибылью. И поэтому эти компании, они интересны для включения в инвестиционный портфель. При этом нужно понимать, что это не значит, что все компании будут расти. Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Это то, на что мы смотрим, что для нас является ключевым. Может потрясти, мало того, даже имея перед глазами, друзья, эти цифры, вы должны понимать, что если цена компаний будет снижаться, то они будут еще более привлекательны для покупки. То есть, эти компании уже сейчас можно покупать на 2022 год. Если вы боитесь коррекции, покупайте ненамного, но все равно покупайте. Если вы увидите коррекцию, покупайте. Но, опять-таки, не сжадничайте, не нужно с плечами ничего здесь покупать. Рентабельность собственного капитала у норильского никеля составляет 224%, у Сигежи 29%, у Росагра 34%, у Лукоила 10%, у Х5 25% при норме более 12%. То есть, практически все показывают выдающиеся результаты. Рентабельность активов компании 38% у норильского никеля, 8% у Сигежи, у Росагра 14%, у Лукоила 7%, у Х5 3%. Это по рентабельности, то есть, что актив зарабатывает для акционера. Ну и показатели стоимости. Капитализация, деленная на чистую прибыль. Наш любимый показатель ПИИ. У норильского никеля 5 лет. Ребята, то есть, если вы сейчас по текущим ценам даже вкладываетесь на норильский никель, ваши инвестиции окупаются за 5 лет. В Сигежи за 16 лет. То есть, нельзя сказать, что компания дешевая, но, тем не менее, посмотрите на ее другие операционные показатели. У Росагра 3 года. То есть, вот если у компании следующие 3 года чистая прибыль падать не будет, то по текущим ценам ваши вложения окупятся за 3 года. Но еще раз посмотрите на рост выручки за последние 5 лет и что происходит с операционной прибылью за последние 5 лет именно у Росагра. При показателе цена прибыль 3. У Лукойла этот показатель составляет 10, у Х5 составляет 19. При том, что отнести к компаниям Ростом можно компании, у которых этот показатель ниже 15. То есть, у Росагра это получается в 5 раз ниже, у норильского никеля в 3 раза ниже, а Сигежа по этому показателю где-то справедливо оценена. У Лукойла там 10 при минималке 15, но Х5 19 достаточно дороговато стоит. Ну и капитализация на выручку, то есть, если всю выручку компании будут отдавать на выплату акционеров, то есть, сколько выручек годовых нужно для того, чтобы окупить вложения. В норильском никеле 2,6, в Сигеже 1,7, в Росагра 0,6. То есть, ну подумайте, что такое 0,6. Это получается, что компания стоит столько, сколько ее выручка за полгода. Ну, чуть больше, чем за полгода. У Лукойла этот показатель 0,7. Опять же, с какой выручкой метабельностью работает. У Х5 0,3. Вот как раз мы здесь и видим эти показатели. Даже несмотря на то, что у Х5, у него чистая маржа не очень высокая, но посмотрите, какая у него выручка. То есть, у него выручка достаточно большая. То есть, этот показатель по выручке составляет 0,3, потому что, ну, просто оборачиваемость очень высокая. А по ценам чистая прибыль составляет 19. И самый главный момент. Ну, смотрите, то есть, все показатели говорят нам фактически о том, что компания относится к компаниям роста, и можно на них делать ставку. Ну, давайте посмотрим с позиции дивидендов. Дивидендная доходность у Норильского никеля форвардная в следующие 12 месяцев составляет 14,8% в рублях, которые можно получить. И сравните это с доходностью текущих банковских депозитов. У Сигежи этот показатель составляет 5,2. У Росагра этот показатель составляет 12,4. При этом нужно учитывать, что этот показатель практически долларовый, потому что Росагра выплачивает дивиденды в долларах, как и X5 выплачивает дивиденды в долларах. Доходность 8,6 у Лукол. Этот показатель 12%. То есть, что мы таким образом получаем? Компании, которые я бы купил сейчас в собственной инвестиционной портфеле, буду, естественно, покупать по мере наличия наличных денег. По той простой причине, что компании сильны с фундаментальной точки зрения. У них растет выручка, у них растет операционная прибыль, у них отсутствует или достаточно приемлемый уровень долга. У компании высокая маржинальность для акционеров, которую они непосредственно получают. Они относительно дешевы по отношению той прибыли, которую они генерируют для акционеров. И у них при прочих равных условиях привлекательная доходность. При этом, посмотрите, для развивающихся рынков, если бы отнести компанию к так называемым дивидендам аристократам, этот показатель должен быть больше 7. Но мы здесь приравниваем его к уровню инфляции. То есть, чтобы дивиденды нам покрывали хотя бы уровень инфляции. То есть, если даже сейчас я покупаю данные компании в инвестиционный портфель, я понимаю, что, допустим, норильский никель мне в полтора раза защищает от официальной инфляции. Что Росагра выплачивает мне доходность 12,4% в долларах. Ну, 12% в долларах. То есть, у меня даже от долларовой инфляции может защитить более чем в два раза. И от рублевой инфляции уж точно. Лукойл тоже 12% защищает от рублевой инфляции. Плюс, при всех рисках, которые сейчас присутствуют в мировой финансовой системе, что, может быть, что-то все начнет падать, то экспортеры себя чувствуют очень комфортно в свете укрепления валюты. Потому что, когда ослабевает рубль, у экспортеров еще лучше становятся финансовые показатели. Я не буду рассматривать данную компанию, чтобы не задерживать ваше время перед новогодними приготовлениями с оценками этих компаний к категориям дивидендов. Вы все коэффициенты можете посмотреть, сравнить. Еще раз могу в заключение сказать, что топ-5 компаний от MaxCapital на 2022 год – это Неррильский Нигельс, Сегежа, Росагра, Лукойл и X5. Но в следующем видео, которое выйдет после Нового года, у нас будет для вас два больших подарка. Первый – что называется, подарки на Рождество. Первым подарком будет являться то, что мы расскажем. Это видео будет про топ-5 компаний на американском рынке с средней дивидендной доходностью порядка 3%. В таком же формате будет разбор, как и в данном видео, какие из топ-5 компаний мы бы посмотрели прямо сейчас для того, чтобы покупать их в Америке. Второе – мы объявим конкурс, мы объявим условия, каким образом вы можете стать участниками платиновой группы MaxCapital стоимостью 150 тысяч рублей на следующие 6 месяцев, на следующие полгода. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, щелкайте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео. После Нового года большие подарки, большие призы. Это касается и всех подписчиков, кто хочет для себя выбрать интересные объекты для инвестиций на американском рынке ценных бумаг, так и для людей, кто хотел бы развивать на принципиально новом уровне свое инвесторское мышление в среде единомышленников нашего закрытого клуба инвесторов MaxCapital. И то, что обещал, мы объявляем нашего победителя конкурса, конкурса на то, чтобы участвовать в проекте миллион долларов за 8 долларов в день стоимостью 15 тысяч рублей. Целый год человек получает доступ к нашему проекту. Друзья, сейчас мы с вами определим победителя конкурса. Под видео было более чем тысячи комментариев. Мы вставляем ссылку на видео. Щелкаем определить. Наталья Дыпина оставила комментарий миллион долларов. Я, Наталья, вас поздравляю, что вы присоединяетесь к проекту. Будет для вас подарок на Новый год. Готовность инвестировать по 100 долларов в будущее себя или своих собственных детей следует со мной шаг в шаг. Напишите нам на почту, которая будет указана в комментариях под данным видео. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Удачи. Всего самого хорошего. До наступающего в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok